Девушки отдыхают Отвечу Ну где я живу, что знаешь? Было бы тебе 30 назад, я бы интересно Сейчас даже, честно говоря, я тебя немножко лизал Почему? Ну что ты без родины, без флага Почему? С родиной, с флагом С ей А где я живу-то, по-твоему? Ну ты же сам знаешь Ну твое мнение интересно Причем там мое мнение? У меня стоит разрешение, а я без мнения знаю Ну может, у меня VPN стоит Может А может и не стоит Ты, новоявленные россияне, слишком наглый Без родины, без флага Вот послушай, ты просто думаешь, что кто-то глупый из тебя И никогда не недооценивай кого-то Ну я понял, что у тебя разрешение стоит А что ты сразу наезжаешь? Ты россиянин всего восемь лет А я по рождению И будешь мне еще тыкать Указывать Девять лет Ну девять лет Ну а ты кто? А я по рождению россиянин Ну а где? А что ты там сидишь, блядь, в Канаде? Ну что, я сейчас в Канаде У меня в Москве квартира Через месяц Через месяц Через месяц в Москве буду Мало я здесь сижу Когда поговорим с тобой, как с москвичом Ну вот, ладно Опять, честно говоря, я тебе скажу Москвичи тоже не приветствуются А кто, кто клевый россиянин? Сибиряки и самый клевый это Питер Питер? Ну что есть, то есть Я без обид Ну не, ну я понял, разное бывает Нет Считается, чем севернее, тем лучше народ В Архангельском, Мурманском Самый такой добродушный народ Вроде как бы не было обидно москвичам Дело в том, что Москва и Россия Две разные вещи Ну, это так укры, говорят Ты им подпеваешь Ну я понял тебя, да, ладно Ну ладно Я не хочу, смотри Я не хочу тебя не унизить Не увеличить ничего Я тебе говорю факты И все Если хочешь, я тебе скажу, почему Ну скажи Я живу в Юпатуре Есть такой поезд Юпатуре Москва ходил Ну ходил, я тебе даже номер скажу 17-й был Ну вот И я очень хорошо знаю москвичей К сожалению, к сожалению Вот в чем беда москвичей? Так ты работал на этом поезде, что ли? Или что? Нет Ездил Возил туда В Москву Эту Рыбу Ну 17-й поезд Евпатория, Москва Я видел к чему? Скорее всего Беда в чем Перенаселение города Очень много людей И начал цинизм процветать Знаешь, такой Такая пословица Из китайской Китайцы спавширят Как вам Москва? Она говорит Москва хороша, только народу мало Я тебе даже привет приведу У меня дочка пожила в Москве Трион Приехала с Москвы Ну как Ну в отпуск Вот я с ней заезжаю на заправку И она открывает окно и орет А ну быстро, блядь, заправляй А то сейчас поедем на другую заправку Ты будешь я представить? Ну понятно Я говорю Ты попустись нахуй Тут понимаешь как Этот заправщик Может быть Сыном моего знакомого Еще город маленький А вот эти замашки Я говорю Эти замашки Московские Недолго музыка играла Недолго Пока я танцевал Да вы не с Киевой С Васильковой Ну можно сказать Из Киева Ну можно сказать Сейчас на даче Это уже не выходные Я понял Я из Торонто Я из Торонто С Воронежа? С Торонто С Торонто А, С Торонто Я понял вас У вас вопрос Как у вас там С Торонто? Нормально на Сторонто Нормально на Сторонто Да у нас уже тоже нормально После приезда Байдена Все стало нормально И свет стал на место И все уже И свет есть И все Короче Байден нагнул Наверное Эту пришиву Я так понял Так он же к вам приезжал А не к нему Как он его нагнул? Он приехал Наверное Ему позвонил Или тот понял Что жареным пахнет Он мог позвонить Из Вашингтона Для этого не нужно приезжать Ну вы знаете Надо же Всегда подтвердить свою Можно Стоять за забором Махать руками А потом когда Как-то не так получается Ну понятно А так у нас да Мы сидели без света И вот у меня Я сейчас на даче Ну сегодня я на работу Ну там у меня там фрунку выскочил Между ног Если честно вам сказать Так я не на работе Я не на выходные И приехал на дачу А так и с Киева Да я под вас веком На даче Вы правильно Вы говорите Ладно Микрофон настройте У вас эхо большое Всех благ А вы? Ну я не стримлю сейчас Канал есть Ну вы на какие темы беседуете? Ну на какие темы Не особенно Давно в штатах живете? Ну я и тут родился Да А откуда русский знаете? Сам учил А по этносу вы Какой-то кавказской национальности Этнической Итальянец этнический А ну найс Окей А мне откуда? В Торонто Ого И там народили с Кипа? Нет Нет Приехал Ого Давно уже? В пятом году Семнадцать лет Ого Понятно А вы О чем На какие темы Ты здесь общаешь? Ну я в основном Исторически общаюсь По истории СССР Российской империи Украины Это Наверное вам Не очень Так сказать Знакомо Или знаю Или раз русский учили Может У вас У вас Наверное Какие-то Есть Предки русские Да Или Какая-то Веть Нет 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 Но это Достойно Что вы Не имея Веть Учили русский Молодец У вас Неплохой Русский Ну спасибо Спасибо Понятно А как ты думаешь Что от ситуации Сейчас Украины В России Плохо Хорошо Ну плохо Война Это Всегда Плохо Я бы Предпочел Чтоб Украина Фрагментировалась Мирным путем Но Так Не получилось К сожалению Но Что-то Наваривают Хорошо На этой Войне Это Я понимаю Военно-промышленный Комплекс У вас Сейчас Во все Работает Я Последний Сейчас Не совсем Понял Ну США Получает Бенефит От этой Войны Потому Что Они Поставляют Вооружение Якобы Бесплата Но Потом Они С Украины Это Дело Возьмут Если Не Деньгами Так Иными Способами Может Быть Штаты А вы Как Относитесь К войне Ну К Войне Плохо Отношусь К Угре Войны Ну Ну Хорошо Я Понял Да Так Кто По-вашему Изначально В этой Войне Виноват Я Не Знаю Это Сложный Вопрос Я Думаю Что Как Человек Что Обычно Если Солдаты Другая Страна Одна Ну Россия Коммунистическая Тоже Поддалась Тоже Вина Есть Ленин Ленин И Троцкий Которые По Абрестскому Миру Отдали Русские Земли Украине Такие Как Донбасс И Харьков И Чем Самым Они Заложили Мину На Десятилетие Получается Даже Больше 100 лет А Украина То То Русские Территории Оказались В Украине Благодаря Тому Что Коммунистам Не очень это было и дорого И На них Оказали давление Немцы И Австро Венгры Австро Венгрии Я понял А ты сейчас Кому Поддерживаешь По Площению Россию Да Ну Как сказать Мне В детствах России Тоже Не все Нравится Но Я бы Хотел Чтобы Я сам Из Харькова Харьков Знаешь Да Я бы Хотел Чтоб Харьков Освободился От 102 Летней Украинской Оккупации Я понял Я понял Ну Может быть Будет Ну Ты Хороший Парень Дайте Название Канала Пока А мы С тобой Беседовали Ты тогда Тоже Отгадал Что это Александр Второй Ну Пару Недель Назад Не знаю Единственное Что Мне нравится В Александре Втором Это Он Флаг Пиздатый Придумал Ну Это Еще Про Николая Первым Вот Этот Желто Черное да 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 все все что ахуенно в российской империи это только флаг нет ну вот не вот он при нем было все его правления но ввел его по моему как государственный флаг николай 1 а не александр 2 по моему нет надо проверить александр 2 вроде к вам а ну я проверю хорошо просто молодец и собираешь в истории но немножко так интересуюсь историю украины россии история ссср знаешь хорошо не но так кто кто бы кто был в как он для начала в каком году умер стали ой старинка в каком умер честно не помню пятьдесят третьем году кто был наследником сталина в качестве лидера ссср первого лица ссср которому стали напрямую правило факты замещал власть блогер просто не стримить флаг висит обычно блогеры вешают значит и обычные люди могут вешать я с не против я просто просил я хотел на блогеры попасть чтобы youtube ну ладно у вас к а вы на ките беседу этим ваш вопрос интересный а вы откуда приехали швейцарии снизить в это давно статус имеете да нет рефиджи я понял но она вы-то на какие темы беседу эти рулетки обычно в основном политику ну политика не моя тема но могу поддержать беседу есть у вас вопросы по политике если вы беседуете про политика обычно какой-нибудь контроль не вопрос задает ну ладно если нет тогда все блоком взаимно его годы мэбе и спекрашен анти окей у вас может вопросы интересные есть к кому к вам к рэндомному собеседнику в чат рулятки коем в данном случае являюсь я не думаю не кажется крим шоу не долго музыка играла не долго пока я танцевал не я не стрима ну на какие темы беседуешь пиво пику но это курска пиво я знаю а ты из москвы да понятно я знаю пикур это что-то горела донецкая русь или шоу где там было к и донецкая русь там был флаг харьковской республики а есть такая республика была четырнадцатом году а вроде луганская донбасс только отделялись не отделялись три республики на харькову не помогли а донбассу и луганскую донецку частично помогли историю очень новейшую о харьковская ну вот он есть дальше спрошу а ты сколько вода ну давай успехом всех благ давай а пиво а пиво таки балтика лучше чем пику да лучше не пикур 05 в стекле был хороший сейчас что-то нет ну да ну давай успехом да дурака валяне разговаривают разговаривают почему же тогда утилитарным государством правильно утилитарное государство правильно великобритания утилитарное государство германия утилитарное государство у них есть а то есть один рог и начинка воинственные штаты я заслужил а вот в Соединенных Штатах и экономизация Федерации Федерации вот в Соединенных Штатах и Паверация уже заказала да да а как называется Соединенные Штаты аэфферации это федерации а Слёная, 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 слёная. Улучшено, чтобы меня судили по справедливому закону в относительной справедливости большинства народа. Ничего, ничего. В тюрьме тебя перевоспитаешь, лет через десять вернёшься другим человеком. Слушай, Карпов, сделай вид, что я этого не слышал. Судьба тебя и так любит. Их, в общем-то, всех и назвали русские, потому что это глагол. Русские – это какой чей, отвечает. Воронеж передали в 1922 году. В Воронежской области. А в 1922 году Львовская область где была? В Австро-Венгрии. Опа, так это не было ещё? Уровень интеллекта у Миколы Рушницы, на самом деле это Геннадий Хазан, по-моему, или как его фамилия, это уровень интеллекта креветки из Озовского моря. Хороший. Без лишнего шума узнай, кто сейчас здесь стримит. Зарабян. Первый секретарь Армении. Первый секретарь обкомов Камчатского, Белгородского и Волынского. Воробьёв из Краснодара приедет завтра. Ага, вот с ним и Зарабяном завтра и... совместный стримит. Это очень опасно. Хохлов и Лёня пока тоже держи на прицеле. Они могут переметнуться и нас подставить. Это русский губ. Мы сделали украинский угол, иначе мы. Мы таясь. Да, да. Украина, которые... Украина, всё же. Мы по-клинической... Не надо испытывать наше терпение. На любой выбор. У нас есть консольный ответ. Вплоть до самых крайних мер. И я хочу напомнить горячим головам под оранжевыми снабёдами. От Хайкова до Гиева 480 километров. А до границы с Россией 40. Давай, страна огромная! Давай, наш мертвый бой! С нашейской силой тёмною С нашейской силой! Но ты мне улица родная И в небо году дорога! Продолжение следует...